Сняв сливки всех ведических писаний и летописей Вселенной, Шивьясадева передал Бхагаватам своему сыну, самому высокочтимому среде сознавших себя душ. Комментарий Шилы Прабхупады. Для несведущих людей мировая история начинается только со времен Будды, то есть с 600 года до новой эры. А все приводимые в писаниях повествования о более древнем периоде они считают вымыслом. В действительности это не так. Все события, о которых говорится в Пуранах, Махабхарате и так далее, реально происходили либо на этой, либо на миллионах других планет данной Вселенной. Иногда описание событий, происходящих на других планетах, кажется этим людям неправдоподобными. Но им неизвестно, что планеты отличаются друг от друга во многих отношениях. Поэтому некоторые исторические факты, относящиеся к другим планетам, не соответствуют нашему опыту на этой планете. Приняв во внимание разницу в положении, занимаемом планетами, а также время и обстоятельства, мы поймем, что в историях, описанных в Пуранах, нет ничего удивительного, и перестанем считать их вымыслом. Мы всегда должны помнить афоризм, то, что является пищей для одного, для другого яд. Поэтому не следует отвергать истории эпизоды, приводимые в Пуранах, считая их вымыслом. Великим Риши, подобным в Ясе, незначим было включать в свои произведения вымышленные истории. В Шимат Бхагаватам приводится описание событий, отобранные из летописей разных планет. Поэтому все духовные авторитеты признают его Маха Пураной. Особая ценность этих историй состоит в том, что все они связаны с деяниями Господа, совершаемыми им в разное время и в разных условиях. Шила Шукадева Госами – величайший среди всех достигших самосознания душ. Он принял Бхагаватам как предмет изучения от своего отца, Вьясадевы. Шила Вьясадева – великий авторитет, и учитывая огромное значение, изложенное в Шимат Бхагаватам, он в первую очередь передал это послание своему великому сыну, Шили Шукадеве Госвами. Ведическая литература сравнивается с молочным океаном знаний, а Шимат Бхагаватам со сливками. Сливки или масло – это самая вкусная часть молока. Таков и Бхагаватам, ибо он содержит все подлинные, увлекательные и поучительные повествования о разнообразной деятельности Господа и его преданных. Бесполезно, однако, выслушивать послание Бхагаватам от людей, настроенных скептически, атеистов и профессиональных чтецов, наживающихся на продаже Бхагаватам-обывателям. Это послание было передано Шили Шукадеве Госами, и он никак не причастен к бизнесу на Бхагаватам. У него не было семьи, и ему никого не нужно было содержать таким ремеслом. Шимат Бхагаватам необходимо принимать от представителя Шукадевы, который ведет отреченный образ жизни и не отягощен семейными заботами. Молоко, несомненно, полезно и питательно, но если его попробует змея, то оно утрачивает свои свойства. Более того, оно может стать причиной смерти. Так и те, кто не соблюдает строгого всех принципов вайшнавов, не должны наживаться на Бхагаватам, становясь причиной духовной смерти множества своих слушателей. Господь говорит в Бхагаватгите, что цель изучения всех вет – познать Его, Господа Кришну. А Шимат Бхагаватам – это Сам Господь Шри Кришна, явившийся в форме записанного знания. Поэтому Бхагаватам – сливки всех вет. Он содержит описание всех событий, происходивших в разные эпохи и связанных с Шри Кришной. Таким образом, Шимат Бхагаватам фактически является квинтэссенцией всех исторических повествований. О Магьяна Тимирандася Гьянанджана Шалакая Чакшурунмиритаминатасмай Шри Гуравенамаха Шри Чайтанимано Бхиштам стапитаминабху талей Сваям рупакадамахям дадатисвападантикам Манчакалпатарубьяшча Крипасинхупья эвача Патитанам паванибху Ваишнавибху намунамаха Дай Шри Кришна Чайтанья Прабху нитянанда Шри Адвайта Гадатхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намаму Вишну Падая Кришна Прештхая Продолейши Матхи Бхактивиданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деви Гаура Вани Прочарены Нирвиша Иша Шуньявади Пашчатя Дея Шатарина Тадидам Грахаям Аса Суттам Атмаватам Варам Сарва Ведети Хасанам Сарам Сарам Самудритам Сняв сливки всех ведических писаний и летописей Вселенной Шивья Садева передал Бхагаватам своему сыну Самому высокочтевому среди осознавших себя душ Сутта Госвами продолжает рассказ И в данном случае он прославляет Шимад Бхагаватам Называя его Сарва Ведети Хасанам Сарам Сарам То есть что есть все Сарва значит все Веды это Веды И Тихасы это Летсписи такие как Махабхарата, Рамайна Пураны Вот и Сара обозначает суть Отсюда происходит имя Богини Сарасвати Сарасвати обозначает Та которая выявляет суть всего Объясняет Богиня Знания То есть знания обозначают Не просто какая-то информация Объемники А это именно проникновение в суть Вот это и называется Сарасвати Потому что Сара это суть И допустим мы узнаем Что в Нектаре наставлений Говорится что сутью всех наставлений У Падеша Сара является что Поселиться в Шивриндауа Недхаме И постоянно воспевать Святые имя на Господа Это суть всех наставлений Потому что в Ведах Огромное количество наставлений Запутаться можно Что делать, что не делать Вот и поэтому Вот самая суть И в этом смысле Шимат Бхагава Там и является той самой Квинтэссенцией То есть здесь нет воды Что можно назвать водой В контексте данной темы Все те вещи Которые не имеют Прямого отношения К Кришне Вот есть Кармаканда Есть Аштанга-йога Есть Гьяна Познание материальной природы И так далее Это все обладает Определенной ценностью Это все может Быть нужным На определенном этапе развития Но Это может не иметь Прямого отношения К сути Когда у людей Мало времени Им нужно ухватить Самую суть Если мы помним Один из шести вопросов Мудрецов Которые задали Сута Госвами Состоял в том Что объясни нам Самую суть всех писаний Потому что Их огромное количество И все их прочитать Усвоить Практически невозможно То есть Нужна некая выжимка Вот это вот Именно Эликсир Сама квинтэссенция И в этом смысле Бхагава там Как раз Таковым и является Это Первый важный момент Другой момент Интересный Шила Прабхупада В комментарии Здесь Дает Общий принцип Понимания Некоторых Сложных вещей То есть Когда мы читаем Махабхара Турамаяна Пурана Мы встречаем Много разных Каких-то историй Которые Противоречат Нашему опыту И Они нам Кажутся Непонятными И поэтому Можем считать Что это Какие-то Сказки Выдумки И прочее И вот Шила Прабхупада Здесь Так сказать Коротко Но по сути Дает Некоторый Ключ К пониманию Этих вещей Он говорит Что Великим Мудрецам С одной стороны Не пристало Рассказывать Сказки С другой Сказки В смысле Вымышленные Истории С другой С другой Стороны Он говорит Что Поскольку Здесь Собраны Истории Разных Времен То есть Разных Эпох Из разных Мест Каких-то Где Законы Материальной Природы Могут Проявлять Себя Несколько Иначе Не так Как у нас То Это и является Ключом К пониманию Этих Чудес Странностей Потому Что Мы Ограничены Своим Опытом И Мы Склонны Проецировать Свой Опыт На Все Остальное Если Что-то Не Соответствует Этому Нам Это Кажется Чем-то Невероятным То Это Скажем Так Столкновение Разных Уровней Культур Как Допустим В свое Время Скажем Таки Более Цивилизованные Люди Попадали В те Места Цивилизованные Они находили Какие-то Племена Которые Живут Таким Простым Первобытным Укладом Жизни Вот И Когда Появлялись Вот Эти Вот Пришельцы Со Своими Какими-то Инструментами С часами С Телефонами С Какими-то Другими Достижениями Техники Они Прилетали На Самолетах Что-то Там У них Всякие Разные Были Какие-то Новшества Которые Неведомы Были Совершенно Этим Аборигенам И В глазах Этих Аборигенах Они Действительно Выглядели Как Какие-то Боги Вот Им Было Непонятно Они Сомневались Боялись Вот Так Вот Исторически Когда Американцы Прилетели На Самолете На Какой-то Из Островов Тихого Океана На Котором До Этого Никогда Белых Людей Не Было Вот Они Что-то Поделали Потом Улетели Вот Местные Аборигены После Этого Из Травы Из Дерева Сделали Такой Большой Самолет Как Вот Они Видели И Стали Поклоняться Ему То Есть Для Них Это Был Символ Какой-то Инопланетной Цивилизации В то Время Как Для Современного Человека Самолет Не Является Каким-то Чудом Потому Что Мы К Этому Привыкли На Каком-то Этапе Этого Вроде Бы Не Было Потом Это Появилось И Было Нов Что Потом Мы Привыкли То Есть Вот Через Эти Утверждения Шрила Прабхада Дает Нам Ключ К Пониманию Непонятных Вещей Или Каких-то Чудесных Событий Преобразований Невероятных Которые Во Множестве В Великом Множестве Описываются На Страницах Пуран Этихас Рамайны Махабхараты То есть Мы Не Понимаем Что Такое Контакты Людей Полубогов Как Там Сарица Кунти Вызвала При помощи Мантр Бога Солнца И Потом Остальных И Вот Так Появился Карна Так Появились Следующие Пять Пандавов И Поскольку Они Были Детьми Полубогов То Они Обладали Сверхчеловеческими Способностями Что Подобное Мы Допустим В греческой То что Мифология Что Там Некоторые Герои Типа Геракла Они Были Тоже Такими Гибридами Людей И Полубогов Кто-то Был Сыном Зевса Или Еще Кем Кем Небудь И Поэтому На Земле Проявлял Недюжины Совершенно Способности Которые Обычным Людям Не Присущи Вот Поэтому В общем Или То Что Допустим Там Кунти Волновалась Как же Так Вот Сейчас У нее Там Родится Этот Первенец Карна И Все А Уже Если Она Кого-то Там Родила Значит Она По Строгим Медическим Канонам Не Может Выйти Замуж То 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 Позаботился О Ней Да Что Карна Появился Из Уха Ее То То Име Само Карна Обозначает Ухо Как Ты Что Мы Таких Не Видели Да То 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 Понятно Женщина рождает естественным путем Ну ладно Но Чтобы Потому Что Карна Это Необычное Какое-то Существо Да То То Что Он Там Долгое Время Формировался В Чреве Кунти И Все бы это увидели, и потом уже неважно, как родился ее сын, мы же видели ее, так сказать, пузатой, что тут скрывать-то уже. Поэтому совершенно очевидно, что рождение того же Карны, оно не было обычным рождением, то есть это не какая-то наша обычная физиология и так далее. Более того, он родился с какой-то броней уже, своей врожденной, которая делала его практически неуязвимым. Много всяких разных вещей мы читаем о том, как однажды, кто там царь-судьюм, но в девятой песне Багавата оказался в том лесу, где Шива и Парвати предавались своим, так сказать, интимным развлечениям. Вот, и Парвати была не одета, она увидела там какого-то мужчину, вот, и мужу с вами говорит, что тут происходит вообще. Вот, и он сделал так, что царь-судьюмна стал женщиной. Вот, то есть, ну, это девятая песня Багавата. А дальше вообще там чудеса какие-то происходят, что потом он в каком-то режиме был, так сказать, месяц женщины, месяц мужчины и так далее. И мы читаем и говорим, это вообще какому опыту соответствует? Никакому. Следовательно, что это? Это выдумка, да, это фикция какая-то, да. Но то, что это события, которые начали происходить в том месте, где были Шива и Парвати, то есть это необычное место само по себе, то есть там, где находится Шива, это место, оно называется всегда Сидгалока, одно из названий Сидгалока. Сидга это обозначает определенные совершенства, то есть какие-то, ну, необычные вещи происходят. Вот, мы во все эти вещи не верим. Почему? Потому что мы не являемся Сидгами, мы несовершенны, да. Вот, и поэтому для нас, для несовершенных существ, такие трансформации, они абсолютно нереальны. Вот, но для тех, кто является Сидгами или находится под влиянием этих Сидг, эти вещи возможны. Вот, допустим, Шива Прабхупада рассказывал, что до сих пор есть такие йоги, которые могут каждый день одновременно совершать омовение во всех четырех священных местах, считается, допустим, там, Рамешвара на юге, да, там, Дварака на западе, Хардвар на севере, или Бадрикашем, там, Пури, да, на востоке. Они могут каждый день одновременно в четырех тиртках совершать омовение. Как это они делают, мы не знаем. Вот, это происходит благодаря тому, что пространство, это не совсем то, что мы про него думаем. То есть, допустим, если мы берем просто лист бумаги, вот это лист бумаги, а если мы его свернем в трубочку, это тоже будет лист бумаги, но расстояние между одним краем и другим сократится, благодаря тому, что мы его свернули. Вот, и так мы можем спокойно взять лист бумаги, свернуть или развернуть, да. Вот, точно так же и пространство само по себе, оно не совсем, не столь примитивно, как мы думаем. Вот, и поэтому какие-то личности, обладающие вот такими ситхами, да, то есть, вот, совершенством, они могут одновременно находиться в разных местах пространства, как вот два края бумаги недалеки друг от друга, но если я сверну их в трубочку, они уже оказываются рядом, да. То есть, я вот такой ситха, что я взял исток бумаги и свернул это самое всё. А кто-то может пространство вот так сворачивать и разворачивать, или вести себя в соответствующем пространстве. И совершенно очевидно, что это уровни знания и поведения, превосходящие человеческие. Вот, ну, это просто, так сказать, коротко несколько таких моментов, которые указывают на то, что основой для нашего скепсиса или, допустим, неверия вот в эти какие-то вещи являются наши ограниченные представления о реальности или наши представления о законах, что вот есть вот такие законы, которые ставят всех в жёсткие рамки, и всё, что выходит за эти рамки, кажется чем-то абсолютно невероятным, да. Вот, и совершенно очевидно, что современный человек, это человек, получивший такое исключительно светское мирское образование, вот, его приучили думать, что физика, вот только она даёт адекватное описание мира, что эти физические законы и так далее, и ничего другого быть не может, вот, и когда человек вот так воспитанный, с такими какими-то определёнными уже шорами, да, вот такими ограничивающими рамками в уме, он воспринимает все эти вещи, кажется, что какие-то индийские сказки, да, то есть, вот, или, допустим, когда он читает описание космоса, которое не вписывается в его представление, потому что мы верим только в те вещи, которые мы видим, вот, а всё то, что находится за диапазоном, ограниченным наших чувств, мы уже не имеем доступа к этой реальности. А в то время как Риши, великие мудрецы, это личности, у которых диапазон шире, даже у собак и у животных других диапазон чувств порой шире, чем у человека, что уже говорить о личностях, которые превосходят нас, да, вот, которые в другой гуне абсолютно находятся и чувствуют, понимают, ведут себя по-другому, тела более высокой организации. Вот это вот, как бы, такие небольшие ключи, которые могут помочь нам преодолеть вот этот вот скепсис в восприятии всех этих историй, да, то, что люди контактировали с этими высшими существами, ну, это, в принципе, является не только вот какой-то эксклюзивной информацией для вед, если мы почитаем какие-то истории разных стран мира, они полны вот этих вот всяких разных интересных описаний, что до начала Кали-юги земля была значительно чаще посещаема другими существами, полубогами, какими-то там регулярно мечтаем, там, в Махапхарате, там, какие-то конфликты с Ганхарами, с кем-то там еще, вот, или, там, Бхима, там, конфликтнул с Куверой, там, и прочие какие-то всякие истории, вот, то есть, или там какой-то был разговор у этого Юдхиштхиры с Ямараджи, то есть, в общем, всякие разные вот такие вот вещи, или даже такая личность, как Дурьотхана взаимодействовал с представителями низших миров, когда он там из-за унижения решил, значит, покончить с самоубийством, когда его пленили Ганхарвой, и Арджуна его освободил, он не мог потерпеть вот такого унижения, что его враг его освободил, как ему теперь с этим жить, то есть, такова психология Кшатрия, вот, то есть, он, как бы, получается, что он некую милостыню, что ли, получил, да, Кшатрии милостыню не получают, Кшатрии милостыню только раздают, и тут его, как бы, пожалели, спасли, да, и отпустили, да, и для Кшатрийского эго это ужасная, так сказать, неприемлемая какая-то вещь, и вот он пребывал в таком мрачном расположении духа, хотел даже покончить с собой, там, паститься до смерти, вот, и те ребята, к ставльникам которых он был из низших миров, они его, так сказать, на время к себе забрали, провели с ним инструктаж, так сказать, и такую беседу определенную, вдохновляющую, сказали, что Дурьотхана, ты не дури, вот, наш представитель, мы тебе поможем, все будет хорошо, и так далее, то есть, вот эти вот, не только, так сказать, чистые люди контактировали с полубогами, и не совсем чистые люди контактировали тоже с сущностями другого уровня, из других миров, вот, и все это так вот описывается в Махабхарате, без всяких, там, знаете, примечаний, объяснений, как это нужно правильно понимать, потому что это было предметом, в принципе, повседневного опыта для людей тех времен, это вот нам нужно уже писать целые комментарии, как это понимать, а как то понимать, вот, потому что, несмотря на какой-то внешний технический прогресс, с точки зрения гун, восприятия, реальность весьма понизилась, вот, и поэтому понимание вещей, оно тоже сузилось, кажется, что в технической сфере мы в какой-то преуспели, а вот в сфере, допустим, метафизики, какой-то вот эзотерики, таких тонких вещей, наоборот, люди очень сильно просели, потеряли вот эти вот все возможности, такое понимание этих вещей, вот, и поэтому все, что касается вот этого, вот этой вот сферы, оно для них стало сложным, вот, то есть для них открылось что-то другое, они стали изучать там какую-то электронику, кибернетику, генетику, то, чего раньше, как бы, вроде как, люди не знали, да, вот, но вот в других сферах более, как раз таких, может быть, человеческих, или имеющих отношение к внутреннему потенциалу человека, вот, вот в этих сферах люди стали значительно слабее, вот, и поэтому это все стало для них сферой скепсиса, да, то есть, допустим, сейчас, если мне показал кто-нибудь, там, 20 лет назад, да, что информацию можно хранить в каком-нибудь там виртуальном облаке, я бы вообще не понял, о чем идет речь, да, в каком облаке, там, что за какой-то там виртуальный Яндекс.Диск, там, или Гугл.Диск, и не понимаю, что вы говорите, да, то есть, вы на каком языке со мной говорите, да, а сейчас это реально все, то есть, мне даже не нужно на своем компьютере это хранить, я могу это хранить в этом облаке, и при необходимости, там, я могу с этого облака скачать, да, и получить все это, свои, там, документы, там, что-то там еще, это что такое, это фантастика, понимаете, она стала нашей реальностью, да, а 20 лет назад, если мне сказали, что ты можешь хранить свою информацию в облаке, а потом человек бредит, наверное, что он вообще говорит, что за чушь он несет какую-то, да, вот, то есть, мы видим, что сознание людей меняется по мере их проникновения в какие-то разные сферы, вот, точно так же и люди прошлого, они были более информированы, подкованы, квалифицированы, вот в этой вот метафизической, эзотерической сфере, которая нам кажется чем-то вообще, какой-то землей непознанной, терроинкогнито, да, мы туда не ходили, мы не знаем, что там такого, да, вообще абсолютно, вот, поэтому Шрила Прабхупада по каждому случаю этой истории, и он не вдаётся в эти детали, но вот именно особенность или ценность вот этого комментария здесь, это то, что он объясняет сам принцип, как эти вещи можно правильно понимать. Далее в комментариях Шрила Прабхупада сообщает самую, пожалуй, ценную вещь, что все эти истории, приводены в Шимаадбхагава, там, не для того, чтобы нас как-то там повеселить, удивить там или что-то ещё, вот, как-то там развлечь, вот он говорит, что все эти истории, приводены в Шимаадбхагава, там, в связи с тем, что они касаются Кришны, вот, то есть, Кришна проявляет себя в различных местах, в различных формах, в различных лилах для того, чтобы показать нам разные грани своей личности, разные грани своего характера, поведения, вот, показать, что мир находится под его контролем, это обозначает, что он достоин доверия, то есть, он может принять любую форму, что людей как-то вот смущает порой, люди склонны всё упрощать, они говорят, ну, вот, Бог же один, один, вот он какой один, если он, допустим, вот такой один, Иисус Христос, вот он Бог, или вот Аллах, он Бог, вот, или Кришна, он Бог, значит, он не может уже кем-то быть другим, да, то есть, вот он, так кто ваш Бог, Кришна, Аллах, Будда, Христос, определитесь, да, или там, какой-то Яхве ветхозаветный, вот он какой этот Бог, да, он же один, все согласны с тем, что Бог один, вот, и поэтому они говорят, ну, если он Яхве, значит, он уже не Кришна, а если он Кришна, значит, он уже не Аллах, а если он Аллах, значит, он не Будда, а если он Будда, значит, он не Христос, значит, кто-то, они говорят, ну, не может же такого быть, что все правы, понимаете, кто-то один должен быть прав, потому что Бог один, все согласны, Бог один, так вот он какой один, давайте проведём выборы, сколько у нас голосов будет за Будду, за Аллаха, за Кришну, за Иисуса, за Яхве, да, и получим разное процентное соотношение, какой у нас самый популярный Бог, вот, то есть, люди вот так вот, примитивно, мыслят просто потому что некую догму они усвоили о том что бог один а что это значит они не понимают он один да но он неоднозначный и поэтому этот один может появиться через множество не к стоп 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 вот вот на этом стоп нам уже трудно понимаете то есть и об урана и багава там полон описание разных форм был вот он как нарисимха вот он как это рыба мать и которая спасает чакшу ману от потопа вот он как курма который помогает добыть все нектар из молочного океана вот он как вараха который достает землю из этого океана горбодака и какие-то другие форм а вот его самая главная форма во вриндаване он играет свои игры и люди говорят стоп стоп а вот на райана да кришна вишну это вообще что зачем так много то есть люди не понимают что бог наслаждается разнообразием разные формы то же самое что спросить вам зачем допустим там женщины задать некорректный вопрос зачем у вас гардеробе так много разных там платьев нарядов костюм ну скажу как вот я же не могу там в одном и том же ходить везде постоянно почему ты не можешь ну как ну как ну это же естественно разнообразие сегодня такая завтра другая то есть для ее психологии это кажется нормально но позволить богу быть разному это чуть-то это же вот это же он усложняет нам понимание я буду каждый день разное вот а он должен быть одинаковый чтобы мне было легко его понять вот и вся психология человека понимаете вот хотя она эта психология человека собственно говоря от бога ты происходит в боге есть разнообразие поэтому люди стремятся к разнообразию вот и попытка запихать бога в какие-то вот свои так сказать ранки представления это называется сектанство сектан ства то есть узкий взгляд когда люди берут ананту бесконечного бога это ананта рупом бесконечное количество форм они говорят мнением бесконечное количество форме они понимаем ничего не одно дайте тогда я может быть пойму и глава шпи и лучше еще если это одно будет вообще безличное тогда совсем хорошо вот тогда совсем все просто и легко будет то есть Так мыслят ограниченные существа, которых, как нас научили в школе математически, упрощать, упрощать, упрощаем, сокращаем, сокращаем, пока мы какое-то сложное образование не приведём к какой-то простенькой форме. Вот теперь это я могу легко запомнить. А Бог, он не упрощается, он сверхсложный. И вот это огорчает обусловленные живые существа, они путаются, они говорят, эти веды, это какой-то политеизм многобожие, это вообще язычество, варварство, всё, вот должна быть какая-то одна монотеистическая религия с одним понятным простым Богом, и всё, не надо усложнять. Да, так мыслят рациональные люди, но при этом, несмотря на весь их рационализм, свою жизнь они почему-то желают разнообразить, а вот жизнь Бога они желают упростить, для того, чтобы им было проще его понимать. Вот, если им сказать, давайте будешь вот каждый день в одном костюме, с одной прической, с одним выражением лица и так далее, всё, не, я так не смогу жить, мне надо по-разному, да, вот, и называть его будут по-разному. Жена его там какими-то своими, так сказать, ласкательными или унизительными эпитетами там называют, дети по-своему, друзья по-своему, на работе там как-то по-своему, вот, для кого-то он там просто там какой-нибудь Петрович, для кого-то там он ещё там кто-нибудь, да, какая-то у него там дворовая детская кличка, вот, и всё это, то есть у одного человека там, у кого-то могут быть какие-то сценические псевдонимы или ещё что-нибудь. Вот, то есть себе в разнообразии люди не отказывают, вот, но Богу нет, вот, для нашего понимания он должен быть один простой, так сказать, упрощённый, чтобы не путать нам мозги, вот, но духовная жизнь обозначает, что наше сознание очищается, расширяется, это обозначает, что мы можем начать понимать вот это вот многообразное проявление Бога, вот, и в этом-то весь интерес, потому что какой смысл, да, всё вот взять, как бы, так сказать, упростить, сказать, ну давайте, что вот тут у вас столько разных блюд на это, давайте вам просто какую-нибудь принесём вот такую маленькую таблеточку, вот, где все вот эти вот витамины, все минералы, всё вот это вот, вы проглотили всё и пошли, нет, они сидят, там им это блюдо надо, это, давайте всё к чуму, мы же рациональные люди, да, есть на Западе такая суперфуд, такая суперпища, в баночках продают, вот такие вот какие-то порошочки, таблеточки, там, всё, суперпища, так сказать, для ленивых, вот, кому-то мне хочется готовить, всё, проглотил, получил свои все эти, там, калории, микроэлементы и пошёл дальше. Правда, эти потребители суперфуда, они суперздоровьем не отличаются почему-то, вот, но, тем не менее, такая идея, концепция есть, мне доктор Шива Кумару в Удупе рассказывал, он смеялся тоже каким-то американцем, который приехал к нему лечиться, у меня, говорит, доктор, тут суперфуд, говорит, такая суперпища, доктор говорит, ну и где ваше суперздоровье с вашей суперпищей, вот, ну, в общем, он так вот быстренько, так сказать, в угол загнал, показал ему, что это всё фикция, да, все эти попытки, так сказать, так немножко примитивно упростить реальность, вот, итак, Шива Пропада говорит, что в Бхагавадгите Кришна утверждает общий принцип, что суть всех ветвь познать меня, он говорит, и Бхагава там в этом плане является единственным произведением, которое как раз и описывает Кришну максимально подробно. Описание Кришны также есть в других, допустим, там у Брахмава Варта Пурани тоже есть, вот, но там меньше философии, там больше экшена, потому что Брахмава Варта Пурана считается Раджасика Пурану, для людей в гуне страсти находящихся, там больше таких чисто внешних событий. Вот, а Бхагава там это Амала Пурана, чистейшая Пурана, и она описывает именно глубинную суть. Здесь тоже много всяких активностей, деяний, игр Кришны, но они показаны на более, не столько на внешнем уровне, насколько на внутреннем, глубина вот этого понимания, татвы, философии и расы, вот этих вот отношений. Вот, и в этом смысле то, что Кришна говорит в смысле всех вет познать меня, это как раз полностью и реализуется через Шримад Бхагава там, потому что Шримад Бхагава там с самого начала, с самого первого стиха провозглашает от Верховного Господа Кришну, Васу Деву, как вот основного. Причем интересно, что вот в самом этом первом стихе Шримад Бхагава там вот это имя Васу Дева, оно же имеет два значения. То есть с одной стороны Васу Дева обозначает тот, кто пребывает повсюду, всепроникающая природа Бога, Васу Дева. Васу глагол обозначает жить где-то, почему говорят, допустим, там Враджаваси, то есть жители Враджа, Васу жить, Васи, значит, живущие там. Итак, с одной стороны Васу Дева обозначает, что он обладает всепроникающей природой, а с другой стороны имя Васу Дева, долгое А, обозначает, что это отношение, потому что он сын Васу Девы. Васу Дева – короткое имя, короткое А, а Васу Дева – это Кришна, сын этого Васу Дева. Итак, первое значение Васу Дева обозначает, что это Господь всепроникающий, то есть это описывает его татву, это статус, что он везде. А второе значение, это имя Васудева, обманчает сын Васудевы. Сын это отношение, сын, значит, есть отец, это уже раса, это уже тип отношений. Поэтому в одном этом имени, который упоминается просто в первом стихе Шимаад Бхагаватам, сразу заложено два глубоких значения. То есть описывается Верховный Господь, который по статусу Господь, то есть его статус, положение. А второе, более глубокое, это то, что здесь описывается отношение. То есть раса, как самая суть, что мы познаём Бога, для чего? Это же не просто какой-то объект, вы его изучили, взвесили, померили, описали и забыли. То есть это изучение Бога нужно для того, чтобы вступить с Ним в отношения. То есть раса, это самое главное, для чего мы, собственно говоря, изучаем его. Для нас Бог это не просто предмет какого-то научного исследования. Допустим, есть эндологи, санскритологи, которые делают науку, они тоже изучают. Для них Кришна это просто объект научного изучения. Он тема их какой-то там диссертации, но он не является темой их жизни, он не является целью жизни. Поэтому в 13 главе Бхагавадгиты, когда Кришна описывает сам себя, в частности Параматму, Он когда говорит о ней в третьем лице, она есть знание, она есть объект познания, она цель познания. Гьянам, 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 то есть она в знании, она цель познания, она предмет познания. Допустим, для ученого Кришна это предмет познания, может быть, если он эндолог, но он не является целью познания. Цель у него наслаждать свои чувства за счет того, что он сделал, допустим, диссертацию на Кришну. То есть это для него предмет познания, но не цель познания. А для нас Бог это не только предмет познания, а для чего мы его познаем? Потому что он является целью, отношением, отношением является целью. Поэтому Шимат Бхагава там, он имеет и такую достаточно обширную философскую часть, где описывается статус Бога, его татова, его всепроникающая природа, как благодаря ему действуют стихи между собой, как они связаны и так далее. То есть это расширяет наше представление о реальности, об устройстве мира. А, как говорится, на вкусное в конце, вот это вот описывается лила, это уже тип отношений к Кришну в самом своем таком сокровенном облике, во Вриндаване, эти вещи может понять только человек, который достиг состояния освобождения. Поэтому это описывается не в Шимат Бхагава там, а ближе к концу, когда уже вся эта самбанха, апхидея, они все уже в процессе, правильное понимание, правильная практика, апхидея. И тогда уже вот эта вот прайоджина, то есть цель, она воспринимается очень органично. Потому что если человек, который не прошел этого этапа очищения, освобождения, правильного понимания, ему рассказать про Кришна-лилу, ему это покажется просто каким-то примитивом. Даже по материальным понятиям это покажется примитивом. Ну просто какая-то деревня, просто какие-то там отношения, кто-то там пришел, кого-то там убили, какой-то танец, ну и что здесь такого, при чем здесь Бог, что здесь такого прямо уж великого. То есть потому что человек воспринимает это все через свою обусловленность. Он думает, ну и я на танцы могу сходить, ну и я там кому-нибудь в морду могу дать, там кого-нибудь побить, или еще что-нибудь, и что, собственно, что здесь такого великого. То есть он не понимает самой суть вот этих вот игр Кришны. Почему? Потому что он не освобожден. Он воспринимает это все на каком-то там вот таком примитивном уровне. Мало ли там кто кому-то с кем-то там подрался в деревне, или там кто там за кем ухлёстывают, ухаживают, кто там с кем танцуют. Ну это, он говорит, обычная реальность жизни, да что тут такого, да? Почему это вот самое сокровенное, чаще, чем от Бхагавата? Потому что человек, не находясь в освобожденном состоянии, не понимает самой сути. То есть он смотрит на это как через призму своих гун, своей кармы и так далее. Поэтому говорится, что Бхагава там, в строгом смысле слова, он его ещё называет Парамахамса Пурана. То есть это писание, которое предназначено для людей, развивших себе вот это вот высшее осознание Парамахамсы. И вроде как Парупада сравнивает, что вот есть лебеди, да, хамсы, а есть там какие-нибудь утки, которые, в принципе, на них похоже немножко, да? Но другая гуна, благородства не хватает. Вот, и поэтому, когда вроде как и те птицы, и те птицы в одном озере живут, да, но уровень разный, поэтому предных там назовут не какими-то там утками, да, а хамсами, да, этот лебедь, да, или даже Парамахамса. То есть вроде бы как люди, да, и эти люди, и эти люди в одном месте живут, но с каким уровнем сознания они живут? А уровень сознания обозначает, что у одних допуск есть к высшей реальности, а у других допуска нет, хотя они в одной реальности находятся, как люди, допустим, посвященные в какие-то тайны, они знают о мире куда больше, чем просто обычные обыватели, которые даже не знают вообще об этой сфере жизни, хотя они могут быть вообще, жить по соседству в одном доме, да, и совершенно один имеет допуск там каким-то, так сказать, тайным, скрытым вещам, а другой даже не подозревает о существовании этого, вот, потому что квалификация разная, одному доверяют, и поэтому его вводят в какие-то сферы, а другому не доверяют, вот, и вот и всё, понимаете, точно так же, и мы привыкли-то так немножко по-примитивному думать, да, что все мы равны, ну да, на духовном глубинном уровне мы все равны, но вот стадия очищения или освобождения сознания у всех совершенно разная, вот, и поэтому очевидно, что одни люди вхожи в эту духовную реальность, они там живут, они понимают, что это более высокий уровень, духовная энергия, а для других людей это вообще закрытая тема, или они просто по-примитивному говорят, да, какие-то индийские сказки, там, не поймешь, почему должны вы все это верить, да, то есть они живут в другой сфере, в сфере невежества и страсти, в сфере чувственного наслаждения они живут, то есть духовное понимание, духовные вкусы, они от них до поры до времени закрыты, пока вот они не получили какой-то более высокой милости, пока они вот по инерции своей кармы движутся вот в этом колесе самсары, вот, поэтому Шимад Бхагаватам, это необычная книга, почему ее называют, Гранд Харадж, Гранд Хаба означает книга, Радж царь, Гранд Харадж Шимад Бхагаватам, то есть книга книг, царь всех книг, вот, и это не просто так, это не какие-то, так сказать, знаете, там, пустые словословия, вот, если мы действительно начнем изучать Шимад Бхагаватам, не просто познакомимся с сюжетом, с фабулой, а именно начнем понимать глубоко все эти вещи, то Шимад Бхагаватам, будучи литературным воплощением Кришны, будет постепенно раскрываться перед нами. Харе Кришну. Да. Если люди будут недостаточно концентрированы в этом своей практике и общаются по мере того, что они связаны с работой, там, с этими книгами, потому что не было возможности их обозначить так, то более-неболее получается, что они сползают, с своего доступа, какого-то духовного опыта, могут опять оценить какое-то чувство наслаждения больше, чем духовный опыт, или потерять вот этот духовный опыт в той мере, в которой окажения его имеют. Как быть в этом случае людям, которые, ну, так или иначе, как быть тем людям, которые имели некоторый духовный опыт, какой-то уровень, но из-за какой-то обусловленности вовлечённости в кармические процессы могут его, так сказать, он уменьшится, да, или они могут его потерять, то есть в таком нестабильном состоянии из-за вовлечённости в материальную жизнь. Нужно просто понимать, что духовную жизнь невозможно форсировать, то есть существуют определённые этапы зрелости, как человек родился, в нём уже заложен какой-то определённый потенциал, но мы знаем, что этот потенциал не реализуется сразу, требуется время для того, чтобы он созрел, получил какое-то образование, воспитание, среда должна быть, да, которая помогает ему. Если человека поместить, вот как этого Маугли, в среду диких животных, его человеческий потенциал не раскроется, потому что ему нет среды, которая, никто ему не будет говорить, ну-ка давай там пойдёшь на ту секцию, на другое, что тебе нравится, давай будем поощрять. Никто, он просто как волк живёт, выживает всё, да, то есть не созданы среды для проявления. Поэтому для того, чтобы тот потенциал, который у нас есть, реализовался, для этого требуются определённые условия. И, допустим, практика преданного служения описывает, что идеальными условиями для развития духовного потенциала человека является садхусанга, то есть регулярное общение. Оно и создаёт среду, в которой эти возможности, которые в человеке есть, они лучше всего проявляются. Если, допустим, человек по разным обстоятельствам мало контактирует с этой средой, то потенциал остаётся, но он как бы не реализуется или реализуется по минимуму, минимально, потому что карма, какие-то там другие желания, они тормозят все эти вещи. Поэтому я говорю, что духовный прогресс форсировать невозможно, и всё идёт, может быть, не так, знаете, по-мультяшному идеально, да, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. То есть вот иногда мы просто идеализируем какие-то вещи, пропускаем многие разные детали, и хотим под влиянием гуны страсти, чтобы процесс шёл быстрее, чем он в реальности, в действительности идёт. Вот поэтому, когда вопрос состоит, что делать, первое, это необходимо правильно понимать вообще, что такое процесс, из чего он складывается, что в процессе есть сугубо такие вот духовные компоненты, как вот, ну, воспевание, слушание, практика, служение и так далее. Это чисто духовные компоненты. Но мы также должны помнить, что эти процессы мы осуществляем в контексте своей обусловленности, своей кармы, которая не отпускает нас мгновенно. То есть, допустим, человек находится в тюрьме, да, и вот видно, что вот этот вот человек, он, ну, закоренелый рецидивист, и ничего на него не подействует, и он даже, когда выйдет, он будет делать то же самое. Вот. А есть люди, которые там меняются, и которые говорят, ну, мы всё поняли, да, и видно, что у них уже совсем другая программа в голове, что они хотят жить по-новому. Но пока они ещё, как говорится, не досидели свой срок. Вот. И они уже исправились, они уже на хорошем счету, им дают какие-то, может быть, даже виды деятельности, какие-то более привилегированные, им больше доверия этим людям, да. Вот. Но пока они ещё находятся в тюрьме. Вот. То есть, требуется какое-то время там досидеть. Вот. Точно так же наша обусловленность не отпускает нас так быстро, как хотелось бы. То есть, есть своя инерция, карма. Вот. И поэтому, как вот, ну, это заседание, там они регулярно, да, так сказать, рассматривают эти заявления на условно-срочное освобождение, что, кого там готов, не готов, отпускайте ещё, или может ещё пусть посидит, да. Вот. Точно так же Кришна, Он же мониторит вот это вот наше состояние, нашу степень готовности и так далее. Готовы мы перейти через полностью духовную, или пока не готовы. Вот. И, соответственно, на нас влияет в большей или меньшей степени материальная природа. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот есть душа, есть Бог, есть связующий процесс Бхакти, который может, в принципе, очень быстро действовать, это всё верно и правильно, но мы не должны забывать о том, что мы находимся внутри материального мира. И тут тоже есть свои законы, своя инерция и так далее. У человека есть какие-то там, ну, свои, что ли, этапы в жизни, да. Вот. Ему нужно пройти, допустим, этап семейного человека. Вот. И семейный человек, он не может не думать о своих каких-то материальных делах. Он же в определённой культуре. В том числе у него есть какое-то определённое, так сказать, там, ну, наслаждение своё, да. Вот. И когда он, допустим, вечером с работы пришёл, он устал, то есть всё, он зарабатывал деньги, артха, теперь ему хочется какая-то кама, какое-то наслаждение. И ему сейчас трудно допустить, что я должен сейчас получать счастье в гуне благости, которое сначала подобно яду, а потом подобно нектару. Ему этого яда на работе хватило, да. Он сейчас хочется ему расслабиться, отдохнуть. И поэтому он, естественно, для себя принимает какую-то простую, знакомую формулу, которая даёт ему вот эту вот его каму привычную, да, которая как-то компенсирует его артху, да, то, что вот он работал, он устал, теперь ему хочется отдохнуть. Вот. А счастье в гуне благости, оно такое недешёвое, да. Это вам не бутылку пива открыть и телевизор включить, понимаете, да. Вот. То есть это вещи другого уровня совершенно. Вот. И поэтому люди, которые вовлечены, допустим, вот сильно в этот процесс ещё кармический, вот, для них вот эта вот инерция, она до поры до времени труднопреодолима, как если, допустим, какой-нибудь поезд едет, и даже машинист нажал тормоз, тормозной путь будет очень долгим, потому что большая инерция, тяжёлая конструкция сама по себе. Вот. И, но, тем не менее, если человек практикует при этом духовную жизнь, в той мере, в какой он может себе это позволить, как-то всё это начинает замедляться. И сам факт, что мы задаём вопрос, да, как нам быть, да, когда мы уже хотим, как мы уже где-то даже почувствовали какой-то вкус духовной жизни, но вот эта вот инерция кармы нас несёт, сам по себе этот вопрос, он уже обозначает, что человек духовно жив, он жив, он не умер духовно. Вот сам животрепещущий вопрос, да, как вот всё это увязать, совместить и так далее, вот, это нормально является хорошим симптомом того, что, как бы, не всё потеряно, что там человек, может быть, в каком-то круговороте крутится, да, в своём кармическом, вот, но он духовных ориентиров не теряет, хотя вот этот круговорот, может быть, ему не позволяет, ну, в полной мере, там, утвердиться на материале. Вот, поэтому на вопрос, что делать, первая часть ответа, это сохранять правильное понимание, вот, а что касается второй части, это что делать, именно конкретно делать, поступать по обстоятельствам, то есть то, что возможно, то возможно, а то, что пока невозможно, но оно станет возможно, может быть, позже. Вот и всё. А вот это вот, больной же сам себе не может лечить, вот этот вот срок понимания, что кому-то, какой-то срок, сколько можно провести, кто-то там уже на стадии выздоровления находится, или, как Вы сказали, там, ему ещё сколько там осуждён ещё на сколько, то есть это кто-то может со стороны сказать, кто-то, кто понимает ситуацию, понимает здоровье, и вообще нужна вот эта информация для развития жизни. То есть, у меня вот на таком-то уровне нахожусь, и вот у меня срочу вот такое. Если сравнить духовную жизнь с процессом излечения, а это, в принципе, вполне такое легитимное сравнение, потому что Шила Павпада неоднократно говорил, что исконно это как госпиталь, куда попадают больные материальной болезни, но они хотят излечиться. То есть, это вполне себе нормальное такое функциональное сравнение. Вот, если мы его используем, то понятно, что сам пациент может не всё знать про свою болезнь и так далее, но если у него есть некая вера и отношение с тем, кто понимает эти вещи лучше, вот, то с течением времени у него появится реальное понимание тяжести своего заболевания. Майор Веда говорит, что есть шесть стадий болезни, понимаете? Вот, и, допустим, первые три люди даже не знают, что это болезнь, они её не чувствуют. Они начинают чувствовать болезнь на четвёртой фазе. Четвёртая фаза заболевания – это когда начинаются болевые симптомы. Там болит, здесь колит. А первые три этапа болезни, они вообще безболезненные. И человек даже не знает, что это болезнь. Как сейчас говорит там какой-нибудь инсульт, типа тихий убийца, да, то есть его симптомов начальных вообще никто не чувствует. Только потом, как жахнуло, бум, и человек уже, всё. Парализованный. А какие-то шли, так сказать, микро-микро симптомы, которые человек даже не воспринимал как что-то серьёзное. Точно так же большинство людей имеет достаточно такое, ну, сознание не очень чуткое, не очень такое тонкое для понимания всех этих вещей. Поэтому они нуждаются без сомнения в советах, помощи, в каком-то вдохновении регулярном, в правильных оценках. Поэтому это люди и ходят на какие-то там, не знаю, консультации, даршины для того, чтобы как-то определиться, то есть где я сейчас, что я должен, что соответствует моему уровню, что реально для меня, что пока нереально, какие наставления меня касаются, какие наставления меня не касаются. То есть вот это вот важно, потому что есть такие люди, которые прямо они вообще что-то такое услышали о процессе, глаза выпучили и говорят, ну всё, типа вот мы этому сейчас будем следовать и всё, никаких гвоздей там, никаких компромиссов. Потом они ломаются, терпят неудачу и говорят, что-то процесс не работает. Выясняется, что они не поняли, что такое процесс. То есть они какие-то поверхностные общие вещи уловили, а детали пропустили, понимаете. А из-за этих, как говорится, в деталях-то вся суть и скрывается. Поэтому, если, так сказать, это не работает, значит не работает, понимаете. Вот, как я помню, там тоже у меня была какая-то проблема. Купил плеер. И, значит, там по умолчанию стояла какая-то, значит, ну это карта памяти. По-моему там что-то 64 гига, что ли. Мне хотелось увеличить, там купить больше, там 128 поставить. Я купил эту 128, значит, этих самых поставил. Но почему-то не записывает. Я ничего понять не могу. Я говорю, какая-то бракованная карта. Потом пришёл к специалисту, он говорит, что там на этих картах с разных объёмов окажется разная файловая система. Там какой-то фата, там что-то другое. И, короче говоря, вот этот вот плеер, он не рассчитан на ту файловую систему, которая вот как бы той картой с большей памяти, которую... У меня минут пять ушло на осознание того, что вот так не может быть, а так может быть. Если я хочу, чтобы это работало, значит, нужно, чтобы была карта меньшего объёма. Смирись с тем, что это будет меньший объём, но это будет работать. А если ты хочешь больший объём в два раза, ну там другая файловая система, которую этот плеер не читает, она у тебя не будет работать. То есть он мне просто специалист за минуту объяснил, понимаете. Вот так, так и так. Теперь выбирай, что ты хочешь. Ты имеешь больший объём, но он не читается этим плеером, потому что другая файловая система. Меньше объём читается. Вот всё, то же самое. Я хочу сразу то-сё достичь какого-то уровня. Но твоя обусловленность, она сейчас не позволяет тебе в том режиме функционировать. Ты не можешь, адхикара не хватает. Я говорю, ну как так? Почему он может, а я не могу? Я что, хуже, что ли? Ну если честно, то да. Но это же трудно признать, понимаете. И поэтому человеку порой трудновато понять, в чём суть-то. Вроде у него в руках какой-то процесс, да. Вот я себе купил карту памяти в два раза большую. Но она не работает. Не работает у меня. Я не понимаю. А на моём уровне будет работать только другая карта памяти. Несогласованность какая-то, понимаете. То есть вот то, что я хочу и то, что я могу, это разные вещи немного. Я хочу большего, а могу меньшее. И поэтому привести свои желания в соответствие со своими возможностями, это очень важно. Это может сделать только специалист. А сами мы себя, я буду вот так же возмущаться. Почему-то я купил себе карту памяти с большим объёмом, а у меня она не работает. Да потому что у этого плеера нет адхикары переваривать эту вот информацию. Он на другой запрограммирован, понимаете. Другой уровень совершенно. Закончим Шримад Бхагаватам Ки Джа. Ще до Прабхупада Ки Джа. Ще до Прабхупада Ки Джа. Продолжение следует...